Здравствуйте! В эфире программа «Пост-Ивентум». Меня зовут Анастасия Киреева. Сегодня в нашем аналитическом часовом блоге мы будем обсуждать скачки, прошедшие в Казани. И вообще всю тему, связанную со скачками в Республике Татарстан, будем с вами развивать. И чистокровных лошадей, и арабских лошадей сегодня под пристальным вниманием нашим увидим. В студии представляю своего коллегу Сергея Мыка. И, Сергей, вот прошло дерби в Татарстане, и первый рожденный в России дербист получился в нашей стране в 2023 году. Конечно же, это «Дамаск Голд». Ваши впечатления по этому поводу уже, какое получается, шестое дерби в нашей стране проходит, и только первая доморощенная лошадь выигрывает. Какие мысли в связи с этим рождаются? Ну, мы буквально в предыдущей программе, в обратном отчете, эту мысль-то и затрагивали. То, что у нас они дали, как 2 сентября, открытые призы на Краснодарском ипадроме, куда, собственно, будут записывать и доморощенные, и импортных лошадей. Ну, и как раз тема доморощенных лошадей затрагивалась в том, что они могут составлять конкуренцию. И давно уже это делают весьма успешно выводным лошадям. Ну, вот то, что случилось в Казани, лучшая тому иллюстрация, поскольку Дамаск Голд рожден в заводе Секрекова, у него великолепное происхождение, сын Скеттерзе Голда и Дамаранты. Ну, и действительно, у него великолепной крови, классика НСМАРТ и, соответственно, другие лошадь. Дамба первый, полубрат, который здорово скакал в Ростове. Словом, для кого-то, быть может, этот результат был неожиданный, а для кого-то ожидаемый. Ну, тем интересны скачки. Помогать нам сегодня рассматривать скачки, прошедшие в Казани, в том числе и татарстанское дерби, будут наш постоянный эксперт Евгений Капушев и тренер-победитель татарстанского дерби Сергей Зосимов. Коллеги, мы вас приветствуем. Сергей, давайте начнем с вас. В первую очередь поздравляем всю вашу команду с победой Дамаска Голд в татарстанском дерби. Расскажите, для вас это первая победа в призе первой группы и вообще в дерби, как в качестве тренера? Здравствуйте. Да, это первая победа. Выскажите свои эмоции и насколько ожидаем был этот триумф в этот день на Казанском ипподроме для вас? Ну, эмоции какие? Эмоции зашкаливали, конечно, да. Эта первая победа, она всегда, ну, как вам сказать, я верю в этого жреца, что он сможет у него, потому что огромное сердце и много сил. Спасибо, спасибо, Сергей. Евгений, вот мы уже затронули тему, что это первый доморощенный дербист в нашей стране и в скачку вообще он не шел фаворитом. Гуд юмормен, так скажем, и по котировкам, и по его карьере должен был, будем это так называть, одержать победу в дерби. И такой результат. Ваш анализ этой ситуации и вообще скачки. Добрый день. Ну, Анастасия, вы у нас статистику любите, а вы посмотрите, сколько у нас в дерби вообще лошадей доморощенных заезжали в первую тройку. В этом году прям совсем мало, по крайней мере, если взять топовый и подруг. Но я уже говорил, почему это происходит, на мой взгляд, ровно потому, что сейчас наши скани в Одессе на Кинлэнде начали покупать, и не только на Кинлэнде, на других аукционах лошадей гораздо более высокого класса и качества, чем 10 лет назад. Просто денег не жалеют и покупают хороших лошадей, дорогих лошадей, на которых сами американцы у себя и скачут, и большие скачки выигрывают. Что касается этой конкретной скачки, то я, откровенно говоря, дербиста недооценивал до этого, но мы просто общались с Зауром Сипрековым, и он некоторые подробности раскрыл. Но, в частности, он говорил о том, что я, честно говоря, не обратил на это внимания, что в призе Анилина на будущем дербисте езда была никакая. И именно он настоял на то, чтобы в этот раз ехал Рустам Панжоков, уже гораздо более опытный. И в значительной степени благодаря этому победа и была одержана. Ну и плюс ко всему, по этой скачке стало ясно, что все-таки для гуд-хюмор-менов, по-моему, 2400 многовато. Вот 2000 было то, что надо, и вы помните, как он выиграл в призе Анилина, и мы говорили о том, что трудно представить, что эта лошадь может кому-то проиграть в дерби, и, по крайней мере, из тех, кого она обыгрывала ранее, их высказали. Но здесь, вот по финишной прямой было видно, что на фаворите Жакей Юрий Кулинич сделал все правильно, но коню не хватило дистанционности, и по прямой было видно, он подъезжает, подъезжает, но не хватает совсем чуть-чуть, и проиграл он там тоже совсем чуть-чуть. А Рустам Панжоков проехал на Дамас-Голге как надо, примерно так он выиграл у нас дерби в Москве в прошлом году на Silk Story. В этом смысле скачка по рисунку чем-то прошлогодний большой всероссийский приз дерби напоминает. Напоминает, пожалуй, только тем, что ввел всю скачку Дамас-Голд. Мы помним, что Silk Story во всероссийском дерби ушел в огромный отрыв, здесь такого отрыва не было, контролировал ситуацию Рустам Панжоков, не уезжал слишком далеко, чтобы в том числе и на финише оставить жеребцу сил. Сергей, переходим к вам. Вашими глазами, не с трибун, вы наблюдали естественность паддока, или с другой стороны ипподрома за этой скачкой. Насколько было волнительным наблюдать за ездой Рустама Панжокова? И была ли команда ему дана, как же Окею ехать все время по передам и контролировать? Ну да, я ему сказал, принимать ровно и ехать по передам. И слишком большой отрыв не составлять, чтобы у жеребца хватило сил на финишный бросок. То, что так как у него нет резвости, ехать на силу. Вот сейчас мы будем наблюдать, как по финишной прямой к Дамаску Голду подъедет Гуд Хюмормен и будет бороться с ним до самого финиша. Были ли уверены в том, что пересилит Дамаску Голд соперника? Я был, конечно, в этом уверен, потому что Гюд Хюмормен, у него слишком большой бросок. Резвый. А Дамаск Голд, он не такой резвый, он едет просто на силу. Чем дальше дистанции, тем ему легче. Вот также Дамаск Голд, получается, только в этом году, в трехлетнем возрасте, начал более активно испытываться. В два года у него один, всего лишь официальный старт. В этом году уже их четыре, в том числе победа в дерби. Можно ли назвать Дамаска Голд позднеспелой лошадью? И как вообще с ним выстроена работа в этом отношении? Ну, на три года. Ну, вот эта вот самая основная скачка дерби, но он еще был не полностью сформирован, такой сырой еще. И с запасом всегда он. Как он вышел после этой скачки? По ощущениям, не получил ли каких-то травм? И в целом, в какой форме сейчас находится наш победитель? Ну, на данный момент он сейчас в порядке, чувствует себя хорошо, но чуть-чуть перепал после этой скачки. Это 2 400, это не 1800 ехать, не 2000. Сергей, вот такой вопрос. Мы опять же видим, что в вашем трионаделении, ну и вообще в команде КФХ Айсата Салахова, собственно, прибывают доморочные лошади. Мы вспоминаем прошлогоднюю аксистку, Сарагос Мун тоже, собственно, из конного завода Секрекова, но и других лошадей. То есть вы делаете все-таки акцент на доморочных лошадях, но и сами, насколько я понимаю, занимаетесь конозаводством у себя в хозяйстве. Ну, какие лошади к нам приходят, мы с любимыми лошадями занимаемся, но в основном все стараются КФХ Айсата Салахова закупать лошадей у завода Секрекова, так как у него на данный момент и производители, и матки на высшем уровне. Вот такую похвалу получает племенной состав конного завода Секрековых, и действительно мы замечаем, что потомство этого завода выигрывает на разных подромах России, на всех дистанциях, и сегодня мы с вами еще будем наблюдать за этими лошадьми. Давайте подведем итоги татарстанского дерби, посмотрим и резвость победителя, и состав участников. Две минуты 41,4 на 2400 метров показал Дамаско Гол, за ним Гуд Юмор Мэн, Лорд Бой, Имертинская Долина, Мудрый и Лабрадор. А вот еще хотелось бы вдогонку к дерби, Сергей. Собственно, что говорит владелец, что вы думаете относительно ближайшей перспективы участия чемпиона в какой-либо скачек? Да, Сергей, как слышно? Да-да-да, я вас слышу хорошо. Да-да-да, ну вопрос такой, где мы увидим из больших призов чемпиона, собственно, в ближайшей перспективе? Будет ли это гастроль, либо останетесь на Казанском ипподроме, вы будете выступать? Пока я ничто не могу сказать, а так лошадь будет в тренинге, работаться, а там дальше видно будет. По состоянию вашему, как он это все перенесет, всю работу, если все нормально будет, будем планировать на дальнейшие большие призы. Спасибо. Спасибо, Сергей. Переходим к следующему призу, где представитель конюшни Айзата Салхова также одержал победу. А речь идет у нас о кобыле Теодория, которая выиграла большой приз или фаворит по Волжье, как он называется, в Казани, скачку первой группы на дистанции 1600 метров для лошадей двух лет. Сергей, об этой кобылке расскажите нам некоторую информацию. У нее уже есть две победы. Сначала она выиграла и пробный приз, и теперь большой приз. Какие вообще у нее перспективы, какие особенности, как у скаковой лошади? Ну, кобылка неплохая. Она по работе такая ленивая, конечно, но по скачке она видит себя вообще по-другому. Ну, как это выражается? Раскройте нам немного. Ну, она такая ленивая по работе у нас, а когда немножко вот ее размахнешь, проедешься чуть повеселее, она начинает просыпаться. И казанский поле треки больше подходит, чем песок. Мы дома работаем по песку. Вот такая интересная информация. Евгений, переходим к вам, чтобы получить ваш анализ этой скачки. Мы сейчас видим финишную прямую, и первым у нас скачку сейчас закончили Анель Вейбарс, огромный рыжий жеребец, но будет дисквалифицирован за недосдачу веса. Как вам Евгений Теодория и Лаки Гроу, тоже из тренотделения Сергея Изосимова? Как кобылки себя здесь показали, с вашей точки зрения, в групповом призе? Мне трудно судить, потому что, честно сказать, я очень хорошо этих лошадей не знаю. То, что они у себя в Казани сильнейшие, ну, по факту... Ну, мы видели, конечно, что Леонель Вейбарс здесь за явным преимуществом выиграл. Обидные, конечно же, моменты случаются. Недостача веса в жакея не такая, к сожалению, редкая вещь в России. Хотя вдвойне обидно потерять победу в призе первой группы таким образом. Но бывает, ничего не сделаешь. Не могу сказать по этой скачке, потому что состав мы видим достаточно небольшой, достаточно разношерстный, сильно растягиваются лошади по прямой. Я думаю, уже более целостную картину мы сформируем о них, когда они поедут 30 августа. Ну, если поедут. Потому что мы видим, что в этом году там американцев нет, но мы как-то по ним поравнялись, по тренаделению Андрея Ляхова, его американцам зачастую. Сейчас мне трудно делать какие-то выводы. Вот у меня вопрос к Сергею. Сергей, скажите, пожалуйста, вот по вашим наблюдениям в Казани сейчас вот эта двухлетняя ставка насколько сильная? И всех ли мы двухлетних лучших лошадей увидели в этой скачке? Я имею в виду приз фаворит по Волжье, большой приз он же. Нет, двухлетние не все собрались. Там еще есть пару уголов, в которых не записали. Назовите нам эти клички, чтобы все знали, на кого равняться. Ну, эти лошади есть у Сергея Женолинара. Клички, конечно, всех я лошадей не могу запомнить. Есть еще в Татнефте. Ну, то есть, можно сказать, что вот эта двухлетняя ставка, быть может, не полностью была представлена вот в этом большом призе. Не весь, так скажем, классный состав мы увидели, но в любом случае, где-то в осеннем призе, то есть, опять соберутся и, собственно, будет серьезная конкуренция, в которой еще предстоит проверить ту же Теодорию и Лаки Гроу. Ну да, мы тоже планируем. В данный момент лошади сейчас в порядке у меня после скачки. Сейчас потихоньку начнем работать и готовиться на 30-е число. Сергей, спасибо большое за ваш комментарий, за экскурс в ваше тренд-отделение. Еще раз поздравляем с победами и желаем успехов в дальнейшем по сезону. Благодарим вас за включение. А пока подведем итоги скачки фаворит по Волжье. Теодория, еще раз отмечаем, рожденная в конном заводе секрековых кобыла от Даки Таджи одерживает здесь победу после дисквалификации жеребца. Лаки Гроу на втором месте, Олреди Квин на третьем и Серафима заняла четвертое место. Малое дерби также прошло в этот день на Казанском ипподроме и кобыла также праздновала здесь победу в противостоянии с жеребцами. Прошу прощения. Это Белла Мисс, конечно же, о ней идет речь. Подопечная Ленара Сергажина выступила в компании с лошадьми, с жеребцами, которые и с кобылой в том числе, которые до этого не одерживали побед в карьере. Евгений, сказывается ли это как-то на отношении к этой скачке и вообще в целом на карьере Белла Мисс? Слушайте, ну это приз второй группы. Это малое дерби. Вне зависимости от того, кто там противостоял, естественно, эти подробности забудутся. Но при этом во все каталоги будет вписана кличка победителя и от призов второй группы. А так, ну я больше ничего сказать действительно здесь не могу. Полностью согласен с вашей оценкой. Счетом того, что состав очень слабый. Примерно такая же ситуация, как в Ростове с малым дерби, я бы сказал. То есть Белла Мисс лошадь иного класса. Другое дело, что мы говорили, что в общем дистанция 2400, но, как говорится, на безрыве и рак рыба. И в этом смысле ее победа здесь не выглядела чем-то совершенно удивительной. Жень, ну здесь все-таки надо в первую очередь отметить, что малый дерби проходил на дистанцию, если мы видим все правильно в отчете, на 2000 метров. Ну и, как мы видим, опять же, Белла Мисс, если мы заглянем в ее происхождение, она дочь Шарпа Астеки, великолепного Майлера. Ну и по материнской линии Люди Полити сидит, тоже великолепный Майлер. То есть, как раз вот сравнивая ее выступление в Мисс Татарстане, в Оксе, где она осталась третьей, и когда она опять вернулась на удобную для дистанцию, а я еще раз напоминаю нашим зрителям, что до Окса она не проигрывала. Она 1400-1600, соответственно, приезда струны. И в аналогичной была первой. Затем в Оксе осталась третьей, опять вернулась на удобную для себя дистанцию, ну и, собственно, победила. Иными словами, то есть вернулась на удобную, комфортную для себя дистанцию и одерживает вот эту победу. Просто действительно очень кобылка достойная, очень с интересным происхождением. Детей из Шарпа Астеки, во всяком случае, мы вот в этом сезоне у нас не видели. Ну и победа, в общем, заслуживает внимания. Ну, Шарпа Астеки, они самый востребованный производитель, поэтому детей его не так много. Но, еще раз, я бы не стал судить о классе Белл и Мисс по этой скачке. Она здесь выиграла достаточно легко. Мы видим, что Жакей практически хлыстом-то не пользовался. Вот будет 30 августа скачка для топовых кобыл, где она встретится с Хобзой, с той же Эмеретинской долиной. Они эту скачку, как правило, проводят тоже на 2000 метров или на 1800, я уже сейчас не помню. Но вот там и посмотрим. Здесь состав был, конечно, слабоват. Ну да, но мы вспоминаем, что Белл и Мисс как раз встречу Аксисток избежала, там, где Эмеретинская долина обыграла Хобзу. Ну вот, я думаю, что как раз и в этом тоже очень интересная интрига состоит тогда, когда все-таки мы полную компанию должны, во всяком случае, по логике, увидеть в конце сезона на Казанском ипподроме лучших из лучших. Да, я в прошлый раз говорил, Сергей, о том, я, наверное, повторю еще раз, с учетом того, что сезон съехал по, опять же, объективным причинам. Но 30 августа – это тот день, который сдвинуть нельзя. Поэтому получается, что интервал между дерби и 30 августа у нас две недели. И я вижу, что очень многие тренеры предпочли рассавить приоритеты таким образом, чтобы дерби пропустить и сконцентрировать свои усилия на 30 августа. Например, Андрей Лях. Вот там мы посмотрим. Да, действительно, лошадей Андрея Ляхова в этот день не было в скачках, в крупных скачках. И поэтому будем ждать 30-го числа, когда увидим уже всех лучших представителей Республики Татарстан в главных скачках. А пока подведем итоги малого дерби, скачки второй группы на дистанции 2000 метров. Отмечаем еще раз победу Беллы Мисс с резвостью 2 минуты 13,7. Инди Смарт Эклипс, Пола Брайт, Таразет, Плат Лео и Эталон Готли составили ей здесь компанию и финишировали с большими отставаниями от победительницы. Как мы анонсировали, помимо лошадей чистокровной верховой породы, лошади арабской породы в этот день разыграли большие призы, в том числе и казанское дерби. Трехлетние жеребцы встретились в этом призе и мы хотим подключить к нашему эфиру главного зоотехника Терского конного завода Ольгу Бирюкову, чтобы в первую очередь поздравить Ольгу с победой, а также всю команду Терского конного завода. Восход Терск, говорю, анонсирую вам, одержал победу в этой скачке. Ольга, здравствуйте. Как нас слышно? И поделитесь, пожалуйста, эмоциями после этого приза. Все-таки всем кажется, наверное, что у восхода Терск просто нету дна, нету границ его возможностей. Здравствуйте, студия. Прекрасно вас слышу. Спасибо большое за поздравление. Мне очень приятно. Мы болели, ждали и, конечно, надеялись на эту победу. Тем более, что в этой скачке и Наутилус показал себя очень хорошо. Пришел вторым. Это две лошади, которые представлены в тренотделении Владимира Василенко. Поэтому спасибо большое. Спасибо вам за поздравление. Вот сейчас мы с вами будем наблюдать как раз эту скачку. Уже при свете освещения она проходила на ипподроме. И вот пленных не берет, получается, у нас восход Терск, повел скачку с места. Евгений, выскажите нам свой анализ этого события. Насколько впечатлил вас восход Терск в Дерби? В принципе, примерно этого мы и ожидали, пометуя о том, что в этом сезоне восход Терск не только ни одной скачки не проиграл, но и всякий раз выигрывал очень-очень уверенно, в том числе и у лошадей старшего возраста. Поэтому, наверное, сюрпризом стало бы, если бы он здесь не выйдет. Все скачки примерно он проводит в одном стиле. Мы видим, что это такой долгой лошади, дистанционности у него хватает, резности он хватает, растягивает, давит. Так что в этом смысле все примерно так же. Другое дело, что чтобы реально судить о его возможности, все-таки, мне кажется, надо испытать его в компании того же Обсны Голда, того же Вегаса, того же Диваншир Терска, чтобы понять, на что он способен. Вот тогда мы сможем уже действительно, мне кажется, какую-то оценку дать, потому что при всем богатстве выбора мы видим, что в Казани лошадей, которые способны с ним ехать, нет. Причем, по-моему, их нет не только среди трехлеток, но и среди лошадей старшего возраста. Ну что ж, 30 августа, как раз мы надеемся, Восход Терска тоже выступит в скачке под названием Арабская Дерби, где будут вышеупомянутые Евгений Вами соперники. Надеемся, все доедут, надеемся, все будут готовы в этот день стартовать, и тогда посмотрим, на что способен Восход Терска. Пока еще раз любуемся этим выступлением. Насколько уверенно сын Хияфа Аль-Халеди ведет компанию, одерживает свою пятую победу подряд в этом сезоне, беспроигрышным он остается. Сергей, ваши комментарии. Так, я хотел как раз Ольге задать вопрос Бирюковой. Оль, вы отметили, что Наутилус, вот тоже вам понравилось, как проехал, но вы видите, действительно, у него динамику, соответственно, по нынешнему сезону улучшения. Понятное дело, что Восход Терска является очевидным фаворитом тренотделения, но и звездой. Ну вот, что касательно Наутилуса, видны ли, еще раз повторяю, улучшения, динамика, и, в общем, рассчитываете ли вы на него в предстоящем арабском дырбе? Да, Сергей, Терский конный завод будет представлен всей командой, на 30-е число мы пишем 5 голов, все эти 5 голов это все тренотделения Володи Василенко, соответственно, и Наутилус там тоже будет ехать. Ну, то, что Восход провел эту скачку достаточно хладнокровно, ну, мне это очень нравится, да, что он может и вначале, несмотря на то, что ему борьбу предложили, тем не менее, он ее выдержал, скачку повел и проехал так достаточно ровно, ну, так скажем, хладнокровно, да, то есть не было каких-то у него таких моментов. То, что касается Наутилуса, у меня эта лошадь очень удивляет, очень он нравится тренеру и мне тоже, и такой бросок, когда эта скачка прошла, я разговаривал, первое поздравила Володю и говорю, ну, а что же ты делаешь, что же такое с Наутилусом, что ты делаешь, с последнего места, такой бросок. И, в общем-то, он подъехал даже с последнего поворота на финишной прямой, даже не достал хлыста, да, то есть, как бы, потенциал у лошади очень хороший, он есть и обладает таким броском, ну, мне это очень нравится, но посмотрим, тренер все-таки будет принимать решение, как поедут лошади и как сложится скачка. Согласна с Евгением абсолютно, что необходимо этим лошадям, сейчас уже прошли все дерби, да, и все эти жеребцы, и Восход, и Обсны, и Вегас, и Диваншир, они уже все себя показали, они проехали, они уже дербисты. И эта скачка такая, это не подведение итогов, это действительно очень интересное, зрелищное, и с нетерпением ее жду, если честно, и надеюсь очень, что она покажет действительно и выявит, какая лошадь не то, что лучше, а просто какая окажется сильнее, у какой не сдадут нервы, и, в общем-то, ну, это здорово, мне это очень нравится, такая вот в арабских скачках сейчас, в арабской породе идет вот такая вот интересная тенденция на возрастание, ну, и на улучшение, ну, это же здорово, это просто замечательно, я считаю. Ну, это важно, согласен, тем более, что, как мы знаем, по наблюдениям и по разговорам, это у нас экспортный, так скажем, товар, и пользуется определенным успехом за рубежом, ну, и действительно, надо поддерживать арабское коневодство и через, соответственно, эти скачки, которые проходят, в том числе и на Казанском ипподроме, ну, и это, собственно, зеркало, куда мы смотримся. Ну, об этом мы с вами более подробно можем поговорить во второй части программы, когда уже будем готовиться к скачкам 30 августа, которые мы постепенно будем анонсировать, это главные арабские призы, пока у нас настало время подвести итоги казанского дерби, который в превосходном стиле очень уверенно выиграл восход Терск в 2 минуты 56,7 на 2400 метров, Наутилус Терск, Мегалит Грант, Искрая РТ, Гордый Грант, Побруйск Сэр, Маккензи, Барбери и Барбарис Сэр. Такой был состав этой скачки, и следующим нашим призом для рассмотрения будет приз Министерства сельского хозяйства, а также для лошадей арабской породы на дистанции 2400 метров приз первой группы. И здесь впервые за свою карьеру в 8-летнем возрасте, так скажем, уже практически преклонном, победу в первой группе одерживает Тауфик. Нет, я вас, конечно же, поставила, дезинформировала, он уже выигрывал приз Носима, это тоже приз первой группы, и тем не менее, в 8 лет снова эта лошадь выходит на первые полосы, снова оказывается сильнее соперников, здесь, как мы их видим, не так много, Дублесть Терск, Волшебник Терск, представители Терского конного завода здесь выступают против него и Гурская. Евгений, Тауфик по этой скачке удивил вас или подтвердил, так скажем, свой вложенный класс? Что можете по нему сказать и вообще по этому призу в целом? Ну, во-первых, для французов, для французских арабов 8 лет это не какой-то предельный возраст. Мы видим и по скачкам за рубежом, в Эмиратах, и в Саудовской Аравии, и во Франции, что в этом возрасте французские арабы еще зачастую в самом высоко. Что касается победы Тауфика, да нет, никакой в этом смысле здесь сенсации я тоже не вижу, но он всегда на первых ролях. Другое дело, мы видим, что у Терского конного завода в этом дивизионе такого доминирования, как среди трехлеток, среди двухлеток нет. Поэтому, ну да, Тауфик хорош. Другое дело, что, опять же, я уже глобально смотрю с прицелом на скачки 30 августа, но мы помним, по прошлому году Тауфик входил в тройку лидера. Другое дело, что там, легионеру Саахару, Дрэгон Флайтерску он уступал достаточно много, но все равно он был в этой обоиме. Поэтому, да, это сильная лошадь, и его победа здесь совершенно не сюрприз. Ольга, обращаемся к вам. Волшебник Терск, как мы сейчас видим, ведет скачку и вообще мог заработать свою третью победу подряд после групповых призов у Песняра и Элиты. Насколько обидным стало поражение в призе Минсельхоза? Что говорит по итогам этой скачки тренера Владимир Василенко? Ну, вы знаете, на самом деле, скачка, несмотря на маленький состав лошадей, но она все-таки была красивая. Я считаю, что наши лошади проехали хорошо. И волшебник в том числе, он вел скачку, и несмотря на то, что он в этом году скачет, и в прошлом году спринтерский выигрывал, да, то есть ему достаточно тяжеловато все-таки 2400, но тем не менее он поборолся, и он не так далеко был от «Тоуфик», а «Тоуфик» подошел. «Тоуфик», в общем-то, сейчас, я думаю, на таком пике. Действительно, с Женей тоже соглашусь, что сейчас все думают о скачках 30 августа. Посмотрим, будет побольше кампаний. Ну, посмотрите, ведь не так и далеко был волшебник, так скажем, несмотря на то, что он всю скачку провел, и провел ее очень резво. Хорошо проехал к нему, у меня претензий нет. То, что получилось на финишной прямой, и, да, какой-то борьбы вот такой он не смог предоставить с «Тоуфиком», но тем не менее. Я очень довольна. Ну, выиграл «Тоуфик», значит, был более подготовлен, значит, был более сильный в этот день, на этой скачке. По доблести Терск, как вам ее выступление, как оцениваете? Моя любимая кобыла, честно говоря, и каждый раз у Володи спрашиваю, ну, как там моя бабуля? Ну, несмотря на то, что она четырехлетняя, но тем не менее, как там моя бабуля. С ней все хорошо, она тоже проехала так, как она смогла, выложилась так же, как и всегда, и, в общем-то, свою задачу она свою выполнила, вот проехала и получила, ой, господи, боже мой, и получила свои баллы, и тоже будет принимать участие в скачке 30-го числа. Вот, я довольна, честно говорю, я довольна. Второе и третье место занимают лошади Терского конного завода в этом призе, а чествуем мы все 8-летнего Тоуфика. Третью победу групповую в своей карьере он зарабатывает. Давайте подведем итоги приза Минсельхоза. Посмотрим на резвость и на те отрывы, которые показали лошади по этой скачке. Тоуфик в 2 минуты 54,1 закончил 2400 метров. Волшебник Терск и доблесть Терск, как мы уже сообщили, составили ему компанию на призовых местах. И Гурская замкнула компанию с большим отрывом от победителя и от первой тройки. На этом мы заканчиваем рассматривать прошедшие на Казанскому подроме скачки. И во второй части нашей программы будем уже заглядывать в будущее и говорить о 30 августа. Возвращаемся в студию программы «Пост-Ивентум», где мы говорим об арабских скачках, которые теперь мы анонсируем 30 августа. Пройдут на Казанском ипподроме два крупных приза, о которых мы говорим с самого начала сезона, о которых всех ждут, о котором все готовятся. Это Кубок Президента Объединенных Арабских Эмиратов и Арабское Дерби. Сергей, весь сезон мы наблюдаем за представителями арабской породы, разных конных заводов, разных хозяйств. И вот он, день Икс, уже через две недели для них наступит. Как считаете, достойный состав участников собирается на этот день? Да, сложный вопрос, кстати говоря. Мы видим, как действительно, все-таки за последнее время все чаще стали обращать внимание на арабское коневодство. Я уже возвращаюсь лишний раз к этой мысли. Но она, в общем, весьма значима для наших конозаводчиков, поскольку действительно интерес, зарубежный интерес присутствует к нашим арабам, и его необходимо просто поддерживать. Это просто, что называется, кровь из носа. И такие вот призы, дорогие призы, которые присутствуют в том числе в нашем календаре, я имею в виду и Кубок Президента Объединенных Арабских Эмиратов, и Арабское Дерби, то есть поддерживают наших, соответственно, конозаводчиков и коневладельцев. Ну и благодаря этому, в общем, есть на что ориентироваться, да, вот в финансовом отношении, к чему готовиться. И те любители арабского коневодства, которые, опять же, внимательно следят за всем сезоном, за участием арабов в тех или иных скачках, конечно же, их устремление сконцентрировано на этот день, который раньше проходил на Центральном Московском подроме, ну и теперь вот в Казани, действительно, тогда, когда мы можем подвести, так скажем, итог многолетней работы и получить удовольствие от того, что мы увидим. И, слава богу, у нас есть чемпионы, у нас есть, опять же, классные трехлетние лошади, а кто станет лучшим, причем доморощенные, да, разумеется, а кто станет лучшим, мы вот как раз и увидим. Да, полный состав участников, конечно же, пока еще неизвестен, еще есть несколько часов и даже целый день для того, чтобы свои заявки на участие в этих скачках дослать организаторам, а пока мы можем примерно охарактеризовать тот состав, который будет, и начнем мы обсуждать, пожалуй, с победителя большого всероссийского приза «Дерби» для лошадей арабской породы, который прошел в Пятигорске 30 июля. Победителем этой скачки вышел «Вегас» из тренотделения Владимира Бачкалова. Смотрим мы эту скачку и подключаем снова к диалогу нашего эксперта Евгения Капушева. Евгений, эта скачка, насколько результат ее был закономерен, и «Вегас», насколько импонируете этому скокону? «Вегас» очень хорош с двух лет. Другое дело, что я не ожидал, что он здесь выиграет с таким преимуществом. Всегда складывалось ощущение, что «Вегас» все-таки тяготеет к более коротким дистанциям. Но эта скачка показала, что это совершенно не так. Я все-таки думал, что «Диваншер Терск» к нему будет поближе, а здесь «Вегас» выиграл полупрямую. Скажу, есть впечатление, что наоборот «Диваншер Терск», как раз-таки более короткие дистанции и тяготеет. А «Вегас» продемонстрировал великолепные еще и дистанционные способности. То, что «Конь» классный и было известно еще с двух лет. Да, и в этом сезоне «Вегас» одерживает, получается, свою вторую победу подряд. Приз Носима, а также скачку первой группы он выиграл на Пятигорском ипподроме. Ольга, мы и вас также снова включаем в эфир, как представителя Терского конного завода. Результат выступления ваших лошадей в этой скачке, насколько вам пришелся по душе, какие сделали выводы, что сказали тренеры? Я, честно говоря, не была в этот день на скачке, к сожалению, не смогла и приехать. Приехала только на приз Терского, на малое дерби, поэтому я не видела это только в записи. Честно говоря, я тоже не рассчитывала на то, что «Вегас» выиграет с таким отрывом. Я думала, что будет борьба, я думала, что и предложат то, что будет версия вести. Это понятное дело, что она будет растягивать компанию. Это тоже было ясно, еще когда только прошла записка. И, в общем-то, вся компания, основные «Вегас» и «Диваншир» сидели достаточно долго сзади, и все хорошо, очень хорошо складывалась для них скачка. Но в какой-то момент «Диваншира» не хватило. Я, честно говоря, не знаю, в чем причина. Может быть, действительно «Вегас» оказался... Вот даже сейчас, если посмотреть, они идут рядом, и «Диваншир» от него не так отрывается. Вернее, не так далеко сидит, но уже на выход напрямую, на финишную, уже, конечно, отрывается «Вегас». Причем он совершенно не напрягаясь это делает, несмотря на то, что все остальные лошади уже его преследующие, и, конечно, едут в посыле, в хвосте и показывают. Ну, и, в общем-то, ничего сделать они с «Вегасом» не могут. Поэтому еще раз, ну, так сложилась скачка, так проехали лошади. Вот с тренером мы говорили на эту тему, и тоже все-таки думали, что борьба будет уже вот прямо на последних метрах дистанции, уже перед самой финишной прямой, вернее, перед самым финишем. Ну, вот так сложилась скачка, что «Вегас» все-таки оторвался. Лошадь хорошая, с хорошим происхождением. Не встречались они до этого «Вегас» вместе с «Диванширом». «Диваншир» выиграл тогда приз «Асуана», «Вегас» ехал тогда и приз «Носима» выиграл. Но сейчас, я думаю, что вот если «Вегасы» не повезут на 30-е число в Казань, то еще раз эта дуэль состоится уже 20-го числа на Пятигорском ободроме. Еще раз встретятся «Вегас» и «Диваншир» на приз «Дружбы народов» на 2800. Посмотрим. Ольга, а можно один вопрос? Стала ли эта скачка для вас показательна относительно «Диваншир» Терска в контексте его возможной гастроли в Казань? Вы знаете, нет, Сергей. Мы вообще, в принципе, изначально не планировали его писать в Казань на 30-е число. У тренера другие планы. Он хочет на нем провести сезон здесь. Ну, да, и закончить его. Мурат хочет здесь, на нем. И мы говорили, есть такая возможность, и рейтинга ему хватает. Но нет, мы приняли решение, что в Казани будут ехать лошади, там 5 голов, трехлетних. Я думаю, что они будут уже записаны. Уже я вам говорю, что записка на казанских лошадей сегодня прошла. И «Вегаса» мы не планировали. Так же, как и «Подхода». Они останутся здесь и будут уже скакать здесь и заканчивать сезон скаковой в Пятигорске. Спасибо, Ольга. Пока мы полюбовались с вами финишной прямой, еще раз отметили, с каким отрывом выиграл «Вегас» эту скачку. И тренер-победитель Владимир Бачкалов дал телеканалу комментарий после этого приза. Вы знаете, когда «Вегас» шел на большой летний, он еще был не в той кондиции, чтобы можно было сражаться с этими лошадями. В день Насима он уже был в лучшем порядке, но в день дерби, конечно, он подошел в основной пик порядка, и поэтому он легко выиграл эту скачку. Он ехал не в конкуренцию, и «Жакей» даже ни разу палку на нее не поднял. Он после этой скачки еще в лучшем порядке стал, работает хорошо, с желанием, жеребец в порядке. Я так что думаю, что сейчас он записан на 20-е число на приз Буденного в Пятигорске на 2800. Да, планируем поездку на Казань, но все будет зависеть от жеребца, какой он будет в форме. Сейчас после Буденовского пройдет, как он будет себя чувствовать, потому что как-никак там ехать все-таки 2000 почти до Казани. Дадим ему отдохнуть, и все будет нормально. Поездки очень тяжело достаются. Мы записали жеребца, а там посмотрим по ходу действия, потому что жеребца надо было записать, а не снять мы можем в любое время. А вы знаете, что действительно лошади собираются все лучшие, и большое преимущество будет у Владимира Василенко на своем жеребце, потому что жеребец весь сезон скачет, много ездит, а в сны он уже побывал на всех ипподромах. Это тоже большой плюс для поездки. Но у нас будет минус только то, что жеребец никуда не выезжал. Вот это будет минус. Еще раз отмечаем потенциального участника арабского дерби, который пройдет 30 августа в Вегасе, который в убедительном стиле выиграл всероссийское дерби на Пятигорском ипподроме. Желаем ему здоровья, также доехать удачно до Казанского ипподрома в назначенный день. Мы продолжаем знакомиться с потенциальными участниками скачек, и, конечно же, в следующем на наших радарах появляется Апсны Голд, которого уже и Владимир Бачкалов упомянул. И вообще, я думаю, вся скаковая общественность будет опасаться в этот день на Казанском ипподроме. Апсны Голд, который выиграл уже два дерби, и Краснодарское, и Нальчикское, и вообще беспроигрышно идет в этом сезоне с шестью стартами. Евгений, можно ли назвать Апсны Голда вообще лидером трехлетней ставки сегодня в России среди арабских лошадей? Ну, как минимум, на основании того, что он два дерби уже выиграл, даже количественно, конечно, можно. Другое дело, что в этом сезоне пока что Апсны Голд ни разу не встретился ни с одной лошадью, у которой я на дорожке, по тем или иным причинам, которая могла бы оказать ему хоть какое-то сопротивление. И дальше возникает вопрос. То ли ему везло, и до этого ни разу не встретиться с такими лошадниками, как тот же «Вегас» и тот же «Восход» Дерска, то ли он настолько всех сильней. Вот это как раз интрига дня. Может быть, ему вообще в России равных. Я, кстати, слышал о том, что есть определенные планы, его тоже в Дубай отправить по окончании сезона. У него как раз скачка нам сейчас на многие вопросы ответит. Если он и здесь так выиграет, в таком же стиле, то тогда мы уже будем иметь полное право констатировать тот факт, что среди трехлеток в России ему равных и близко нет. И это лошадь совершенно выдающегося класса. Но давайте еще раз, давайте дождемся 30 августа. В этом смысле это очень-очень интересно. Получается, эдакий Каберхан, только мира арабского конозаводства у нас. Да, да, согласен. Обсныголд. И, Ольга, как тренерский штаб Терского конного завода оценивает такого соперника? И, можно сказать, будете ли готовиться целенаправленно против него ехать? Или какие вообще мысли вызывают лошади такого калибра, с которыми приходится встречаться на дорожке? Ну, не буду лукавить. Мне очень нравится обсныголд сам по себе. Великолепная лошадь с прекрасным происхождением. И у него, ну не знаю, дербисты, аксистки. И все, что есть в доме, все собрано лучше. И лошадь действительно достойная и показывает великолепные результаты. Не могу не согласиться тоже с Евгением, что пока не было такой вот какой-то компании. Хотя в Краснодаре, мне кажется, что вот и Кальвадос, да, все-таки немножечко предложили. И он все-таки поехал и тоже себя очень хорошо показал. То есть борьбу он выдержал и в своем же стиле заканчивал совершенно свободно. То, что касается Нальчика, его скачки, этого дерби, мне кажется, что там бы он мог проехать еще резвее. И вот, ну, наверное, не было такой тоже задачи, потому что действительно там ему равных не было. Лошадей было не так много. То, что вообще 30 число, я честно говорю, ну и на самом деле, ведь мы сейчас смотрим, вот тоже такая тема была затронута. Мы сейчас смотрим на лошадей, рожденных в России, и в связи с тем, что действительно сложно завозить лошадей и производителей, в том числе, и за границей. Это потенциальные наши будущие производители, те жеребцы, от которых мы будем получать жеребят. Может быть, и Терский конный завод когда-то, и Обсныголд приедет, и нашу коллекцию производителей пополнит. То, что касается непосредственно этой дуэли, ну, вы знаете, она состоится, это уже будет. И мы можем сейчас много рассуждать, кто как поедет и так далее и тому подобное. Но на данный момент сейчас записано 18 голов. Вот сейчас вот записка 18 голов, 16 боксов. Да, и все лошади могут там противостоять. Но, тем не менее, эта скачка, это такой день, и как она сложится, для кого она сложится, кто как будет готов, у кого больше везения. Но это слишком победит сильнейший, так скажем. И какая это будет лошадь, я думаю, что мы это просто увидим с вами своими глазами. Мы-то точно с вами увидим. Да, это точно будет зрелище, которым будем любоваться и мы, и вся аудитория телеканала «Конный мир». Давайте же пока предвосхищать события и компанию таким мощным жеребцам, которых мы уже обсудили, составят кобылка Танзания. Как мы знаем, рост у нее невелик, но душа, пожалуй, раз в 10 больше ее некрупного тела. Выигрывала она «Окс» в «Нальчике», после которого прошла серию серьезных испытаний и через большой всероссийский приз-дерби в Пятигорске, и в «Нальчике» в «Дерби» поучаствовала. Очень маленькие, правда, были промежутки между этими скачками, и, казалось бы, подрастеряла Танзания немного свои, так скажем, результаты. Евгений, касательно этой кобылы, ваша ее характеристика, и все-таки против таких сильных жеребцов, как и «Опсный Голд», и весь состав Терского конного завода, будет она выступать. Что думаете по ней? Ну, во-первых, я еще не знаю, поедет ли она в Казань, потому что досталось ей очень сильно. Я, насколько слышал, там пока такое решение еще не принято. Потому что, ну, действительно, в такой короткий промежуток времени, три скачки по 2400, явно она подустала. Тем более, что в Пятигорске она еще, как я слышал, не готова ишла. Поэтому трудно сказать. Если бы в идеальном мире, если бы она была в своей наилучшей форме, то да, было бы очень интересно посмотреть на нее в компании с жеребцами. Ну, по-моему, прошедшая буквально несколько дней назад скачка в Нальчике продемонстрировала, что на сегодняшний день она «Опсный Голду» не соперница. А там будет не только «Опсный Голд», там будет и «Вегас», за которым она опять далеко сзади была в Пятигорске. Там будет восход Терск, и это надо еще 2000 километров, я не знаю, честно сказать. Да, да, сложно предстоит борьба Танзании, если, конечно, она записана в эту скачку. Ольга, появилась ли информация, есть ли в записке Танзания на арабской дерби? Да, Танзания в записке есть, но она также записана еще и на 20-е число на Буденновске, в Пятигорске, вот на 20-е августа. Поэтому, не знаю, вот завтра в 17.30, 15-го числа в 17.30 записка заканчивается на эти скачки, и я в любом случае буду обзванивать всех владельцев, и нам нужно будет понимать, потому что действительно лошадям еще нужно приехать из Пятигорска, из Краснодара. Какое решение примут владельцы, мы уже тоже посмотрим, я думаю, попозже. Хотя кобыла действительно очень хорошая, и, наверное, тоже я вот такое мнение, что таких лошадей нужно беречь и подводить их к каким-то определенным скачкам, чтобы они занимали лидирующие места, в лучшем случае это выигрывали. И это очень важно для лошади, и для нее, как для кобылы в дальнейшем, ну то есть ей нужны, конечно, только победы. Но это мое мнение. Спасибо, Ольга. Что же от скачки трехлетних жеребцов и кобыл, арабская дерби, мы перейдем уже к лошадям старшего возраста. Кубок президента ОАЭ ожидает лошадей старшего возраста, еще раз повторю. И, как мы помним, составы скачек старшаков у нас в этом году очень малочисленные. Как состоят дела сейчас с запиской на кубок президента ОАЭ, Ольга? То, что касается записки на эту скачку, ну предварительно мы вообще в принципе собрали всех потенциально возможных претендентов. Их все равно оказалось не так много, то есть полных боксов не будет, 16 голов не будет. На данный момент 11 голов записаны. Ну и правильно мы все об этом это все понимаем и правильно мы это все говорим, что это та часть небольшая из Краснодарского ипподрома. Те лошади, которые находятся в Казани на данный момент, их тоже немного, их всего 4 головы. И Пятигорск. Ну вот Пятигорск нас радует. Мы записали еще Буревестника. У него проблема была с ногой, с копытом очень серьезная. Но будем надеяться, время еще есть. Поэтому будем смотреть уже буквально на подножке уходящего поезда. Но записать мы его записали. Записан Саахар, записан Драгонфлай. И записан также еще и Габриэль Грант. Вот. И Доната. Это то, что касается... Ну это в общем-то весь состав Пятигорского ипподрома старшего возраста. Вот они все здесь есть. Вот они все соберутся, я надеюсь, что в Казани. И мы посмотрим. Надеемся на Краснодар, что они... Ну и не то, что надеемся, но они повезут лошадей. Обязательно увидим легионера. Полюбуемся им. Посмотрим опять на эти дуэли, так скажем, между Саахаром. Ну в общем, пока вот такая история. Но завтра вечером мы точно будем знать, сколько лошадей. И какие лошади будут принимать участие в этой скачке. Саахар, Драгонфлайтерска и Доната. Потенциальные участники Кубка Президента ОАЭ. Финишируют сейчас перед нами в скачке приз Министерства сельского хозяйства, который прошел 30 июля в Пятигорске. Евгений, среди этой кампании сильных рабских жеребцов, кому, может быть, отдаете предпочтение? Также хочется отметить, что у нас Саахар и Драгонфлайтерск сменили тренотделение. Теперь они находятся под руководством Асиха Турциевой. Может быть, общались с ней? Слышали ли какие-то отзывы ее об этих лошадях? В какой они сейчас в форме? Ну, они, собственно, в конюшне моего отца стоят. Так что я их видел регулярно, буквально, когда в Пятигорске был, 5 дней назад. И 5 дней, 7 дней назад был. Ну, в хорошей они форме. И я так понимаю, что сейчас Асиха Турциева, Эдуард Мордухович, выказал доверие, передает ей всех вообще лошадей арабской породы. Так что у Асиха Турциевой сейчас будет очень сильное тренотделение. И Саахар и Драгонфлайтерск выглядят очень хорошо. В отличной форме. Что они демонстрируют сейчас вот на ваших экранах этой победой? Приземен сельхоза 2400. Саахар в своей единственной возможной манере жутко сильно налегал на повод. Тем не менее, ему это не помешало, эту скачку выиграть. Потому что мы понимаем, что лошадей мало, но Драгонфлай – сильный соперник. Он по прошлым годам Саахара тоже обыгрывал. И Доната это отнюдь не слабый. Хотя он далеко не так силен, как в этом году. Вы вспомните, какие я ему авансы выдавал до открытия. Но пока что в этом сезоне Доната не блещет, так как он это делал в прошлом году. Из Краснодара поедет, помимо Легионера, еще Старк. Вот уж кто может помешать Саахару лидировать в комфортном режиме. Так что там, в принципе, по сеансу складывается интересный. Примерно такой же, как в прошлом году. Саахар, Драгонфлай, Легионер, Тауфик. Ну и плюс к ним еще Старк. В общем, опять же, если буревестник был бы в твоей лучшей форме, это было бы еще интереснее. Но я боюсь, что после такого длительного перерыва сложно будет на что-то рассчитывать. Буревестник дорожку Казанского хорошо знает. Дервист, между прочим. Ну, посмотрим. В общем, скачка будет интересной. Да, сейчас мы с вами вспоминаем приз Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, который состоялся 22 июля на дорожке Краснодара. Легионер, Старк, Ломбарди и Джилигрант в таком порядке здесь финишируют. Сергей, вот наблюдая за очередным триумфом легионера и вообще вспоминая все его предыдущие заслуги и как эта лошадь выступает, можете ли сказать, что в этом году в Кубке президента ОАЭ он будет выходить лобовым фаворитом? Или после того, как мы с вами почти всех соперников уже разобрали, невозможно выделить однозначно какую-то лошадь как фаворита? Да нет, ну на бумаге, конечно, да. И опять же, вспоминая интервью, которое нам неоднократно давал тренер, он очень доволен легионером, его текущей формой. И опять же, вот вспоминаем его цитаты, там, как дорогое вино, то есть с возраста становится все лучше. Ну то есть, и мы опять же и в скачках видели, в наших прямых трансляциях, ну вот смотрите, да, ну красавчик, великолепно скачет. Ну, что сказать. Да, легионеры, я помню, и проигрывал, когда ездил в Москву на большие призы. Все будет зависеть от массы обстоятельств. На бумаге – да. А так, посмотрим, как смена рук скажется на Сахаре. Посмотрим, быть может, до НАТО, вице-дербист, да, пятигорские прошлогодние, быть может, он придет в форму. Вот, может, буревестник свои травмы залечит, там, и так далее, и выступит на высшем уровне. Чем ближе скачка, тем больше составляющих, вот. Главное из которых, наверное, все-таки для гастролеров – это успешные переезды и их текущая форма. Вот и все. А что касательно старшего возраста, ну, фактически все и будут гастролеры. Просто соберутся на дорожке гостевой, вот, и выяснят между собой отношения. А давайте пока обратимся снова к Ольге за комментарием, как раз по поводу буревестника Терска. Ольга, расскажите нам, в каком сейчас он порядке, как готовиться к призу, какие у вас вообще мысли перед 30 августа касательно буревестника? Ой, буревестник – это моя головная боль. Ну, так я могу об этом сказать. У него проблема с копытом, трещина, причем трещина у него в очень нехорошем месте. Там, где пятка, там, где мягко, там, где не скрутишь, там, где не заклеишь, ничего не сделаешь. Ну, вот, уже он вышел на дорожку, уже он потихонечку кентирует. Сегодня я с утра разговаривала с Димой Авраменко. Он сказал, что он сам на нем ездит, он сам его работает. И, собственно говоря, вот не хочу даже ничего загадывать. И мы решили, что вот время еще есть, его немного, но оно все-таки есть. Да, он давно не скакал, да, он потяжелел, потому что все-таки в большей своей степени он шагал из-за того, что копыта трескалась и прямо до венчика. Но он боец, у него огромное сердце, в переносном смысле слова, ну, я думаю, в прямом. И если все сложится, то он поедет и дорожку он эту знает. Он в прошлом году целый сезон провел в Казани. Всего у него хватает, кроме того, что вот такая проблема, такая проблема вот с копытом. Будем надеяться. Он записан, будем надеяться. Ну, то, что легионер является фаворитом, это, конечно, невозможно с этим поспорить. Он прекрасно выглядит, он сейчас в такой хорошей форме. И все свои скачки он так проводит, безболезненно, так скажем. Ну, тоже посмотрим, посмотрим. Что же, желаем привестнику Терска залечить травму и всем остальным лошадям вашего конного завода в здравии подойти к скачкам 30 августа. А также, Ольга, хотим с вами обсудить тему транспортировки лошадей на Казанский ипподром с Пятигорска и Краснодара. Еще в самом начале сезона мы затрагивали эту тему, и вы анонсировали, что будут коневозы от организаторов, которые доставят лошадей на соревнования. Расскажите, так ли это и в каком режиме и как они будут работать? Да, действительно, это так. Прекрасная организация Казанского ипподрома. Вообще, молодцы. Светлана Николаевна, огромное спасибо. Привет я передаю. Да, будет доставка лошадей обязательно. Причем мы долго это обсуждали еще. И лошади в Краснодаре, и лошади в Пятигорске. Поэтому приняли решение, именно Казанский ипподром вообще вышел с такой инициативой, чтобы, значит, две машины было. Чтобы ни в коем разе никого не ущемить. Чтобы не получилось так, что из Пятигорска лошади едут, заезжают в Краснодар, потом едут лишние там 500 километров. Или наоборот. Поэтому записка по этому и закрывается завтра. Это было отдельное положение, именно из-за того, чтобы у нас было время понимать, какие лошади откуда и какая машина куда поедет. Два автомобиля повезут лошадей с двух ипподромов. То, что касается даты выезда, вот Евгений, огромное ему тоже спасибо, согласился взять на себя инициативу по поводу отправки лошадей с Краснодарского ипподрома. Потому что у всех разное мнение. Кто-то хочет ехать заранее, кто-то и хочет ехать попозже. Но, тем не менее, я думаю, что придут к общему знаменателю. Ну, а здесь в Пятигорске уже, я думаю, буду сама этим заниматься. Всех обзвоню и узнаю, когда дату определим и лошади поедут. Просто на Буденовский записанные лошади на 20 число еще не разговаривала Сасья Хатурциева. И на Большой Спринтерский записаны, Саахар записаны, Медресе записаны. Ну, то есть и Танзания, кстати, записана тоже. Здесь в Пятигорске на 20 число. Ну, вот завтра, ну, думаю, не завтра, а послезавтра я как раз-таки буду этим заниматься, что буду обзванивать. И точно будем знать и точно будем понимать. Вот то, что касается. Ольга, спасибо большое за Ваш комментарий. Евгений, вот Вы услышали Ольгу касательно транспортировки. Вы со своими лошадьми как хотите приехать? Заранее, не заранее? Ваш голос в какую сторону склоняется? Ну, я Ольгу Петровну слышу не только в эфире канала «Конни». Мы с ней и так общаемся регулярно. Краснодарские тренеры желают везти своих лошадей в ночь с 21-го. Ну, вечером, в общем, с 21-го выехать. Там уже консенсус на этот счет есть. Насколько я слышал, Джон Демиджи хочет ехать самостоятельно в весне, обстеголда самостоятельно. Ну, а все остальные, Михаил Саванкин, Марат Диркенбаев, все согласны на 21-е число. Поэтому вот 21-го числа и будем выезжать. Пятигорские тренеры, ну, я не знаю, насколько это хорошая затея 20-го числа скакать, потом в дорогу и потом 30-го ехать. Но это их дело. Нам, как их соперникам, даже лучше, мне кажется. Что ж, Евгений, спасибо большое. Примерный расклад по всем скачкам, по арабским скачкам 30-го числа мы с вами получили. Благодарю всех участников сегодняшнего эфира. И Ольгу Бирюкову, Евгения Капышева, и, конечно же, Сергею Мыку за участие в нашем эфире. Благодарю вас, телезрители, за ваше внимание. Оставайтесь с нами и будете в курсе всех событий, которые происходят на всех ипподромах России. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин